Добрый вечер. Мы продолжаем это «Сумма мнения». У нас в гостях Вадимир Коплюков, заместитель директора Центра документации общественных организаций Свердловской области. Это бывший партийный архив, правильно? Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Давайте про архивы поговорим, про то, как они открываются и что человек, ну простой человек, так скажем, может там найти. У вас ведь выставка Демидовы на Урале. Что это за выставка, как попасть и что там будет? Выставка Демидовы в истории Урала действительно сейчас работает в Екатеринбурге, работает в Музее архитектуры и дизайна на плотинке, открыта для свободного посещения. Выставка – это один из элементов такого масштабного проекта навстречу 300-летию города Нижнего Тагила. Поскольку в истории Урала семья Демидовых – это очень видные фигуры, промышленники, меценаты, благотворители и так далее. На уровне областных властей реализуется проект, в соответствии с которым мы стараемся собрать, насколько это возможно, здесь на Урале все документы, или многие, или большую часть документов, касающихся рода Демидовых, которые разбросаны сейчас по всему миру. И вот эта выставка, которая сейчас начала работать и которая завтра торжественно открывается, на ней представлены документы из Государственного архива Свердловской области. Она международная, на этой выставке выставляются документы из Национального архива Финляндии. Наши специалисты специально ездили в Ярославль, нам прислали документы коллеги из Салтая. Плюс к этому Нижний Тагильский городской исторический архив и музей Горнозаводской Урал в Нижнем Тагиле. Вот они совокупно представили свои экспонаты, которые вот в таком формате ни разу еще не собирались. И по моим оценкам, и по оценкам руководства архивной службы, эта выставка действительно очень яркая, событие в жизни нашего города. То есть ее стоит посмотреть. А что из документов там представлено? Что интересного, уникального? Вот смотришь и чувствуешь, надо же, я Демидовых раньше так не представлял. Да. Ну, во-первых, архивисты давно уже пришли к мысли о том, что выставки хороши только в том случае, если на них архивные документы сопрягаются с каким-то, так сказать, еще вечным рядом. Вот поэтому на этой выставке представлен целый ряд портретов членов семейства Демидовых, главным образом из музея Горнозаводской Урал и из Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Вот. Совершенно замечательные документы из Ярославского архива государственного. Там, в частности, грамота Екатерины I, значит, о жаловании фамильного герба семьи Демидовых и само изображение этого герба. Его надо просто рассматривать в деталях, там достаточно сложная вот такая конструкция. Вот. И, значит, много достаточно документов, чертежей разного рода, потому что, значит, мы взяли их из фонда Авроры Демидова Карамзиной. Это была такая замечательная дама Аврора Шернваль Демидова Карамзина. — Потомок. — Да. Она не потомок, она была замужем за одним из, значит, членов династии Демидовых, за Павлом. Вот. И после гибели мужа, она вышла второй раз замуж за Карамзина, жила в Финляндии. Вот. И ей, как управительница этих заводов, естественно, что слали туда документы о жизни заводов, отчеты, чертежи. Вот всё это удовольствие, в принципе, во время поездки наших архивистов в Финляндию летом этого года удалось попросить наших коллег, чтобы они нам эти документы сканировали и разрешили экспонировать, ну, естественно, сославшись на Национальный архив Финляндии. — Это не оригиналы будут? — Ну, дело в том, что архивы, тем более зарубежные, очень неохотно дают свои экспонаты на выставки, поэтому у нас это качественные сканы. — А оригиналы есть какие-то? Ну, потому что XVIII век, Екатерина I, я вот читал на полиографии, когда на историческом факультете учился, это там Екатеринбург или Санкт-Петербург, и этим каллиграфическим совершенно невероятная бюрократия тогда писала. — У нас есть оригиналы, но они все представлены нашим государственным архивом Свердловской области. — Хорошо. Если говорить не про эту выставку, а про то, как архивы открываетесь, вы из-за бывший партийный архив, можете сказать, из-за другие, насколько я понимаю. Зачем туда люди вообще приходят, если им, конечно, не надо подтвердить пенсию, ну и, соответственно, найти архив какого-нибудь завода, архивы обязаны принимать, а заводы обязаны сдавать свои документы, да, или подтвердить какие-то льготы. Вот если не по делу, зачем люди к вам приходят? — Ну, вы знаете, я думал об этом. Вот у меня две внучки, старшая учится в четвертом классе, она мне в воскресенье задавала вопрос. У них есть такой предмет «окружающая среда», они называют его «окружайка». И, значит, замечательная Ирина Александровна Плешкова, учительница, зная, что дедушка у Леры работает в архиве, предложила ей для выступления перед одноклассниками подготовить рассказ об архиве. И вот я затруднялся, честно говоря, ответить так, чтобы ребенку, там, десятилетнему, это было понятно, тем более ребятишкам этим. Вот. Значит, думаю я, что вообще само стремление к тому, чтобы каким-то образом прикоснуться к истории и ее сохранить, оно присуще человеку с самых давних времен. Ведь когда-то там летописцы пытались писать то, что потом мы стали называть летописями, там, бароны и, значит, прочие шевалье старались подтвердить свое знатное происхождение, там, ссылками на портреты своих великих предков, там, гербами своими, что-то там еще. Вот. Потом сформировалась, естественно, система неких архивов при разного рода государственных учреждениях. Вот. И, скажем, тот же Петр I в 1720 году подписал указ об учреждении должности архивариуса. Ну, это понятно, Министерство иностранных дел должно было хранить подлинники договоров, которые они подписывали, значит, там, жандармские, скажем, управления должны были хранить, наверное, сведения о революционерах. Которые они, которых они преследовали, там, Министерство внутренних дел, накапливать каким-то образом свой опыт раскрытия преступлений, ну и так далее. Вот. И эта вся система существовала у нас достаточно давно, уж вот 300 лет, получается, без малого. Вот. А в 18-м году был подписан декрет о реорганизации архивного дела и централизации архивного дела уже в Советской России Лениным. Вот. И с той поры на смену вот таким разобщенным ведомственным архивам пришла единая система организации архивного дела. Вот. И с той поры архивы накапливают материалы касаемо самых разных аспектов нашей отечественной истории, ну, если говорить о российских архивах. Вот. Они каким-то образом специализируются. Вот, скажем, тот архив, который я представляю, это бывший партийный архив, которому положила начало коллекция Истпарта. То есть в свое время победившие большевики начали собирать документы по истории собственной партии и побежденных их политических противников. Вот. Значит, государственный архив Свердловской области сформировался. Потом уже в 90-е годы эта система 20-го века уже стала заметно шире. Вот сейчас у нас в области работает шесть областных государственных архивов. Значит, есть специализированный архив документов по личному составу, административных органов, специальный архив. Вот два, которые я назвал, миллионника. Два есть в городах области, в Красноуфимске и в Ирбике. Вот. Эти архивы накапливают историческую информацию, которая, вообще говоря, ну, не может не быть интересной для, ну, любого человека, который сколько бы то ни было интересуется историей родного края. Вот. Я тоже об этом рассуждал, ну, так размышлял немножечко. Ведь, по сути дела, архив – это элемент, необходимый элемент культурной среды, культурно-исторической среды любого, ну, города, населённого пункта, который претендует на то, чтобы называться культурным центром. Хорошо. Маленькая реклама. Что обязательно посмотреть в Екатеринбурге в архиве? Не знаю. Первый план города. Потому что я знаю, если бы я был жителем Москвы или просто жил в столице, я бы хотел подержать в руках вести Куранта. Это первая русская газета, ещё 17 век, ещё до Петровская. Для единственного человека делалась, для государя такая сводка иностранных дел. Я бы с удовольствием. Ну, вообще, у нас ведь существует определённая структура тех документов, которыми мы располагаем. Вот, скажем, каждый архив по-своему гордится какими-то документами, которые отнесены к числу уникальных, к числу особо ценных. Более того, существует даже два реестра. Один – общенациональный реестр уникальных документов, другой – областной. И вот, скажем, в нашем архиве ЦДООСО единственный документ, который внесён в общенациональный реестр уникальных архивных документов – это стенограмма «Совещание старых большевиков в Екатеринбурге» в 1934 году, на котором участники расстрела царской семьи обсуждали, вспоминали, как всё это происходило в деталях. Значит, это всё удовольствие стенографировалось. Потом эту стенограмму расшифровали, расшифровку стенограммы посмотрел Яков Юровский, собственноручно подписал. И вот для того, чтобы удостоверить подлинность этого документа, значит, специалисты приезжали графологи, которые идентифицировали его почерк. И вот этот документ у нас сейчас хранится как уникальный документ, единственный, ещё раз повторю, который внесён в общенациональный реестр. Есть несколько документов или несколько групп документов, которые внесены в областной реестр уникальных документов. Это прежде всего расписка членов императорской фамилии в мае 1918 года, которые, как вы знаете, здесь пребывали. И вот перед тем, как их отправили на Валопаевск, им было предписано к определённому времени явиться на железнодорожный вокзал с тем, чтобы убыть туда, куда уж их отправят. И вот как раз там, значит, целый ряд членов императорской фамилии расписались. И вот этот документ тоже у нас хранится в подлиннике, мы его экспонируем. В принципе, он есть на нашем сайте, вот среди наших уникальных документов. Но если очень захочется, можно прийти и заказать, и неделю через три, через месяц выдадут посмотреть. Нет, мы вам покажем его копию сразу. Ну а что касается выдачи непосредственно на руки человеку со стороны, то мы, конечно, очень серьёзно над ним подумаем. Потому что там существует определённый и достаточно жёсткий режим хранения этих уникальных документов. Но практически все уникальные документы у нас в хорошем разрешении скопированы и выложены либо на сайте нашего архива, либо в фонде пользования. И без ущерба для восприятия можно будет их посмотреть практически вживую. Допустим, у нас есть два дела по исключению из коммунистической партии Павла Бажова, значит, в 30-е годы. Есть дела по приёму в коммунистическую партию Бориса Николаевича Ельцина. Есть документы о жизни здесь, в Свердловске тогда в 30-е годы будущего президента Тайваня Дзянь-Дзяньго Николая Елизарова, сына Чанкайши. Ну и плюс к этому мы значительную часть наших документов рассматриваем как особо ценные, поскольку в них содержится какая-то очень объёмная полная информация по истории нашей области, нашего края. – Родоведы вас осаждают, это такая особая публика. В новейшее время появились люди, которые ходят и собирают либо историю своей семьи, либо делают это на заказ и для кого-нибудь составляют геологическую информацию. – Родоведы нас не осаждают. Наш архив не осаждают, да. Я знаю, что эта проблема существует в государственном архиве Свердловской области, потому что там хранятся метрические книги, и туда действительно наплыв большой такого рода специалистов. У нас же, конечно, бывают люди, которые интересуются историей своих семей, своих дедов, своих прадедов, значит, там какими-то ещё вопросами, связанными с историями семей. Но у нас публика в основном – это исследователи. Ну, вообще, архив чем уникален? Вы прекрасно понимаете, что ежели в нём хранятся документы за XX век и документы по истории Коммунистической партии, её организации, комсомола, профсоюзов и так далее, – то эти организации были в XX веке все проникающие. А раз так, то практически по любому сюжету истории нашего края документы можно найти. История этого года, ну или конца того, Денис Карагодин – это такой томский молодой человек, который решил расследовать при помощи архивов убийства своего деда Степана Ивановича Карагодина, которое произошло в 30-е годы, он, в общем, стал жертвой террора. И Денис Карагодин нашёл и палача, и всех, кто выносил приговор. И вот так, вплоть до руководителей страны, доказалось, что это вполне себе было уголовное дело, которое можно считать убийством. Если я захочу чем-то таким заняться, обращаясь в ваш архив, я могу найти родственников и их палачей благодаря архиву. Будет ли эта информация открыта? Значит, что касается нашего архива, то у нас, как правило, такого рода документы не хранятся. Но у нас есть Государственный архив административных органов, который получил в своё время, в начале 90-х годов, достаточно большое количество документов из Управления ФСБ России по Свердловской области. Там так называемые фильтрационно-проверочные и архивные следственные дела. По предъявлению документов на право ознакомления с этими делами, родственники могут получить доступ к этим делам. Но для меня удивительно то, что тот человек, о котором вы сказали, получил доступ к информации и о тех, кого вы назвали палачами. Это было очень хитро сделано. Он там по вторичным признакам смог понять, кто в это время возглавлял НКВД в этом регионе и обходным путём приобрел эту информацию. То есть могут быть разные варианты здесь. Я знаю, что общая философия архивной службы в этом отношении состоит вот в чём. Что, конечно же, человек имеет право получить информацию о своих близких родственнях, которые пострадали, которые были репрессированы, не дай бог, расстреляны и так далее. Это да. Но мы же нормальные цивилизованные люди. Мы прекрасно понимаем, что те, кого вы назвали палачами, у них остались дети, у них выросли внуки. И не знаю, правильно ли это, скорее, это неправильно, чтобы мы вот такого рода информацию так влёгкую распространяли. Почему вы считаете, что это должен решать архивы государства вообще? Опять же, история Дениса Карагодина очень поучительна в этом смысле. Одна из родственниц, правнучка, кажется, или внучка палача узнала эту историю и написала... Покаянное письмо какое-нибудь? Это не покаянное. Это было примирительное письмо. Она извинилась, сказала, что, ну, в общем, не представляла себе историю своих предков, и они помирились. Разве так не лучше? Я не знаю. Я думаю, что это частное дело внучки того, кого вы назвали палачом, и внука или правнука того, кого вы назвали жертвой. У нас существуют определённые достаточно жёсткие регламенты, которые не позволяют нам, и я думаю, это правильно, раскрывать вот подобного рода информацию, поскольку она может нанести ущерб интересам третьих лиц. Вот тут достаточно жёстко всё мы регламентируем. У нас и регламентировано это, и, так сказать, в силу, если хотите, собственного понимания справедливости, да, я бы не хотел, чтобы вот эта информация легко распространялась по эфиру, в мире и так далее. Потому что, ну, мы должны любить и щадить наших сограждан, которые, к тому же, ни в чём не виноваты. Ну, спорно, спорно. Наверное, спорно, да, я это вижу так. Хорошо, какая ещё информация является закрытой? Понятно, что есть личные фонды, в том числе партийных деятелей, если человек умер, а родственники передали, то туда нельзя сколько лет заглянуть? Значит, у нас существует определённый порядок. Значит, у нас документы рассекречиваются все, значит, через 75 лет. Через 75 лет. Ну, это нормальная, видимо, продолжительность жизни там внука, сына, там потомков и так далее, да? Более того, в каждом конкретном случае оговаривается, вот когда люди сдают нам свои документы на государственное хранение, то оговаривается, что, допустим, этот политический деятель говорит, вот то, что я вам сдал, оно, в общем, пусть будет в свободном доступе, и кто желает, пусть тот и смотрит. Вот, ну, может быть специальное дополнительное соглашение к нашему договору, в котором говорится, что вот такие документы, допустим, не подлежат общему доступу, а будут предоставлены там только согласие семьи. Ну, это тоже нормально, потому что, ну, тайна личной жизни, там, здоровье, к примеру, да, там, какие-то детали, биографии, они, ну, могут нанести ущерб человеку, либо его память о нём, либо его потомков и так далее. Вот, ну, здесь, как бы, общее правило существует, но мы разумные люди, и в каждом конкретном случае эти вещи просматриваем специально. У нас есть даже такая формула, что документ представляется исследователю или пользователю архивной информации по просмотру его главным хранителем. А главный хранитель, опытный в этом смысле человек, он смотрит, можно это дать или не стоит. – Вот вы какие цензоры, оказывается. Хорошо. Вы сказали, что у вас есть документы, относящиеся к Ельцину. Я, насколько понимаю, Ельцин-центр – уникальное явление. Там есть специальный федеральный закон, который подразумевает, что в Ельцин-центре, вообще в мемориальном центре президента первого и всех последующих будут библиотека, архив и музей. То есть архив – неотъемлемая часть, и даже если Ельцин-центр, который, кстати, выплатил 2 миллиарда долга бюджета, если он даже разорится, то нельзя разорять библиотеку, архив и музей. Они у вас не забрали никакие документы? – Нет, нет. Мы с ними сотрудничаем, у нас хорошие деловые отношения. Вот буквально через 10 дней мы постараемся открыть выставку архивных документов, посвященную 80-летию со дня рождения первого губернатора Свердловского столбища Эдуардовича Росселя. И для этой выставки нам коллеги из Ельцин-центра передали копии ряда документов, точнее у них даже копии из президентского архива этих документов, но они нам их передали и разрешили их показать со ссылками, естественно, на них. Ну, там около 12 документов, по-моему, 15 мы отобрали. Они касаются истории создания Уральской республики, полемики, которая вокруг этого шла. Но документы достаточно любопытные, их можно будет посмотреть у нас в архиве, по-моему, с 6 октября. – А что еще покажете про Эдуарда Эргардовича? – Дело в том, что, вообще говоря, в связи с юбилеем Эдуарда Эргардовича Росселя по области проходит целый ряд разного рода масштабных выставок. Вот, к примеру, в Краеведческом музее великолепная выставка юбилейная уже была открыта в начале сентября. – Да, он приходил в особняк Поколевских козел. А у вас-то что будет? Какие документы из времен Тагильского треста что-то достанете? – Значит, что касается Росселя, у нас там документы, во-первых, связанные с его партийной биографией, ну, не только партийной, но и производственной. Я еще раз повторю, что у нас же получается, что партийные органы и в своей деятельности, они как бы пронизывали все остальные сферы жизни, в том числе строительства, скажем. Вот, поэтому понятно, что это документы периода, значит, его производственной деятельности, документы, связанные с его вступлением в коммунистическую партию, достаточно большое количество фотографий. У нас есть специальные фонды, фотофонды. Ну и поскольку наш центр занимается еще помимо всего тем, что сейчас принято называть инициативным документированием, то есть мы сами выходим, наши сотрудники сами выходят, значит, на массовые мероприятия, производят там видео-фотосъемку, это все накапливается в нашем архиве. Вот, из этого фонда, значит, у нас есть еще достаточно большой массив документов, касающихся избирательных кампаний 90-х годов, значит, политической полемики. Вот в прошлом году у нас была выставка «Партийный калейдоскоп», посвященная как раз политической борьбе в Сыргловской области в 90-е годы. Вот, и там мы насчитали, я боюсь соврать, по-моему, около 200 политических партий и общественных движений, которые так или иначе в этой полемике участвовали. Поэтому у нас есть материалы там «Преображение Отечества», «Преображение Урала», значит, самых разных политических партий, которые конкурировали, вот, в том числе документы избирательных кампаний «Роселя», его отчетности по итогам первого губернаторского срока и так далее. Там интересно, и они достаточно яркие, и такие интересные. Отлично, спасибо большое, очень интересно будет посмотреть. Это Владимир Копляков, заместитель директора Центра документации общественных организаций Свердловской области. Не уходите далеко, вам обязательно нужно посмотреть про налоги. Со сроками уплаты имущественных налогов физическими лицами вас сейчас познакомят исполняющие обязанности заместители начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России, номер 24 по Свердловской области, Елена Кузнецова. Хочу напомнить о том, что приближается срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. Все физические лица, которые обладают транспортными средствами, земельными участками, а также объектами недвижимости, должны исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов в срок не позднее 1 декабря 2017 года. В этом году рассылка налоговых уведомлений для уплаты налогов осуществлялась налоговой службой централизованно через Федеральное казенное учреждение по Кемеровской области. Поэтому на ваших конвертах, которые вы получили с уведомлениями, в качестве адресата указан город Кемерово. Это действительно налоговая служба, направляет вам свои уведомления для того, чтобы вы могли своевременно исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов. Пользователям личного кабинета хочу сообщить о том, что вся информация, которая связана с суммами имущественных налогов, в том числе квитанции на уплату налогов, а также налоговые уведомления, уже выгружена в ваш личный кабинет. Поэтому вы можете сформировать квитанции и исполнить свою обязанность по уплате налогов, не дожидаясь 1 декабря 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова